Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Главное культурно-спортивное событие весны. Первый международный фестиваль Гермеи стартовал в минувшие выходные. Эксклюзивные подробности. Журналисты края, объединяйтесь. Спартакиады, которая прошла в Анапе, сплотила представители региональных СМИ. Деревья рубят, щепки летят. Обсуждение в социальных сетях. Снос акации у Мира Кино породило множество слухов. Наше расследование. И начнем выпуск с новости о чрезвычайном происшествии. Почти на 4 часа было прервано железнодорожное сообщение в районе Юровки. Там сегодня утром с рельсов сошли 5 вагонов со щебнем. К счастью, обошлось без жертв. Гостей города-курорта, прибывших на поезде, с ближайшей станции отправляли в Анапу автобусами. Более сотни специалистов были заняты ликвидацией последствий аварии. Около 9 часов утра по московскому времени 5 вагонов сошли с рельсов. Два из них опрокинулись. Стояло два товарных состава с щебнем. Один из которых, по неизвестной пока причине, причины устанавливаются, покатился и врезался во второй. Значит, сошло с рельсов 5 вагонов с щебнем. Значит, по состоянию на 12 часов. Значит, ЖД пути от щебня освобождены. Сейчас ведется работа для того, чтобы вагоны эти убрать в сторону. В ход шла специальная техника. Перед этим вагоны освобождали от груза. Пассажиров поезда номер 12, который следовал в Анапу из Москвы, в пункт назначения доставили автобусами. Те, у кого есть знакомые на машинах, дожидались их на трассе. Александр Шмелев приехал из Твери. Говорит, что маленькое дорожное приключение на общих планах никак не сказалось. Все нормально. Начальник поезда женщина объяснил, все корректно, хорошо. У нас никаких претензий. Ну, задержка не такая уж великая. Что делать? Ну, что делать? Случилось то, что случилось. Поезда на участке пустили в час дня по московскому времени. По предварительной версии, которую озвучивает транспортная полиция, сход произошел из-за нарушений правил безопасности при заезде в тупиковый путь. Точная причина происшествия устанавливается, а железнодорожники подсчитывают ущерб нанесенной инфраструктуре. На прошедших выходных в Анапе состоялось открытие первого международного культурно-спортивного фестиваля «Гермия», посвященного перекрестному году Греции в России и России в Греции. Он включил в себя мужественные поединки борцов и красивейшие выступления артистов, мастер-классы, экскурсии и выставки. Воскресное утро обзнаменовал турнир по греко-римской борьбе, который проходил Витязева. Восемь команд борцов из разных регионов России и Абхазии приехали в Анапу, чтобы поучаствовать в этом турнире. Официальный старт этому культурно-спортивному мероприятию дал заместитель главы города Анапа. Я хотел бы вычеркнуть, что это впервые проводится, и не то у нас, но мы будем стремиться, чтобы на этих соревнованиях было наибольшее количество как участников из России, так и и приемших, и наших братских республик. От имени главного цитата наруктования Сергея Павловича Сергеевна я вас искренне поздравляю с этим замечательным событием, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, спортивных мужских и самым главным объемом, объемного здоровья. Гаджи Боровес приехал со своей командой из Абхазии. Рассказывает, что до этого он уже был в нашем городе на соревнованиях, но на таком уровне Гаджи участвует впервые. Мастерство соперников соответствует статусу международного турнира. Побольше опыта набираешься, чтобы дальше на международных, на мире, на Европе выступать, чтобы опыт набирать на таких соревнованиях. Хорошие соперники, которые участники на чемпионате России тоже участвуют. На фестиваль было приглашено большое количество почетных гостей. Николай Бухонин в свое время тоже занимался спортом и даже работал тренером по вольной борьбе. А сюда приехал как представитель Ассамблеи народов России. Он говорит, что именно такие мероприятия являются лучшим способом найти взаимопонимание между народами. Только диалог культур приведет нас к миру и согласию. Не только народов России, но и всех стран мира. Если человек понимает культуру другого человека и поддерживает ее, значит они находят точку миролюбия. Я приглашен в качестве и почетного гостя, и как представителя всех народов Российской Федерации поучаствовать в этом мероприятии. Цель и задача которого это укрепление дружбы народов во имя мира, добра и миролюбия. В первый день соревнований прошли предварительные схватки. А сегодня состоялись полуфинальные и финальные. По их результатам команды заняли следующие места. Сборная Анапы стала победителем. Спортсмены из города Сочи вторые, а представители Ростовской области завоевали бронзу. Этот фестиваль стал для Анапы первым, но уже принято решение сделать его традиционным. Чтобы связи между нашими странами были только крепче. Международный фестиваль Гермеи приготовил для своих гостей насыщенную культурную программу. Стартовали развлекательные мероприятия на площадке возле парк-отеля. Под открытым небом понтийские коллективы из Сочи, Геленджика, Новороссийск, Анапы и других городов Краснодарского края продемонстрировали свои творческие номера. Во время проведения фестиваля на различных сценических площадках участвовали греческие, казачьи, армянские и другие коллективы. Около двухсот артистов показали в нашем городе свои таланты на одном из самых знаковых культурно-спортивных событий этой весны. В честь открытия первого международного культурно-спортивного фестиваля на развальных древнего города Горгипе был зажжен огонь Гермеи. Зрители смогли увидеть театрализованное представление в древнегреческом стиле, а затем именитые анапские спортсмены торжественно пронесли огонь по улицам города и доставили его на театральную площадь. Ярким огнем, как путеводной звездой, в честь года Греции в России освещается земля Горгипийская, воина дружбы и единства двух государств. Далее гостей ждали на театральной площади, где состоялось грандиозное открытие фестиваля Гермеи. На сцене, выполненной в стиле древнегреческого храма Парфенон, развернулось красочное действие, тесно переплетя две древнейших культуры. Поскольку это событие приурочено к празднованию Года Греции в России, с приветственной речью перед участниками и гостями фестиваля выступили генеральный консул Республики Греция в городе Новороссийский и глава Анапы. Сергей Сергеев за большой вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации был награжден почетной грамотой Комитета по культуре Госдумы РФ. Сегодня мы присутствуем поистине в преисторическом событии. Мы открываем первые спортивно-культурные игры Гермеи. Можно говорить много, и ведущие нам сегодня сказали уже, куда уходят корни этих соленований. Но я хочу повториться. Мы открываем спортивно-культурные игры. Мы будем доказывать друг другу, что мы сильнее именно на борцовском ковре, на легкоатлетической дорожке, на стадионах. Я уверен, что эти игры станут доброй, хорошей традицией. Я уверен, что вторые игры на будущий год, в них примут участие больше и больше людей. Мы гостеприимные хозяева. Мы город-курорт. Мы город воинской славы. Я хочу еще раз поздравить всех присутствующих с этим знаменательным событием. И пожелать всем участникам, всем гостям хороших впечатлений, достижения спортивных побед, здоровья. И я хочу просто добавить, что это как раз таки тот самый замечательный праздник, который помогает сближаться двум народам. И так же мы будем продолжать и в будущем, для того, чтобы укрепить наши отношения во всех сферах нашей жизни. С приветственным словом к собравшимся обратился и представитель духовенства, епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Он еще раз напомнил, насколько тесно связаны культуры наших народов. Христос Воскресе! Христос Анести! Вот такими приветствиями пасхальными я хотел бы кратенько сказать, что значит Греция для России и что значит Россия для Греции. Наши судьбы очень тесно переблетены. В основе в истории нашей культуры российской лежит греческая традиция. Это и богослужебная традиция, и певческая культура, и храбостроение, и многое другое. И вот прошли годы, и казалось бы, нас, наверное, разделяют какие-то экономические, да говоря, тем не менее, вера – это тот мощный фундамент, который нас связывает и который нас призывает быть вместе. Во время церемонии открытия почетная грамота Комитета по культуре Государственной Думы РФ за вклад в укрепление культурных связей народов России была вручена и одному из организаторов фестиваля – председателю региональной и национально-культурной автономии греков в Краснодарском крае Андрею Попандову. Я хочу сказать огромное спасибо за ту оценку нашей работы. Хочу сказать, что все греческие общины наших городов Краснодарского края сегодня видят свою работу по-новому и начинают развивать ее в мире и согласии для того, чтобы улучшить наши добрые отношения. Спартакиада журналистов Кубани состоялась в минувшей выходной в Анапе. Вновь после восьмилетнего перерыва в наш город приехали работники пера, клавиатуры, микрофоны и камеры из самых разных уголков Краснодарского края, чтобы продемонстрировать свои спортивные таланты. На церемонии торжественного открытия Спартакиада ее участников от имени главы Анапы Сергея Сергеева приветствовала его заместитель Людмила Мурашова. Мы искренне рады тому, что вы опять через несколько лет вновь у нас. Мы рады тому, что нашу землю посещает такое уважаемое профессиональное сообщество журналистов, как вы. Потому что именно ваше слово, которое выходит из-под пера, клавиши компьютерные, сегодня формирует общественное сознание, формирует наши нравственные ценности. Соревнования проходили в четырех видах – футбол, плавание, теннис и стрельба. И в каждом определились лидеры и таланты, которые и получили заслуженные награды. Разъезжаясь, коллеги не прощались, а с удовольствием говорили друг другу – до новых встреч. Нет сомнений, что после Спартакиада все ее участники не только увезли с собой светлые впечатления о знаменитом анапском гостеприимстве, но и напишут немало добрых слов о нашем курорте. И к другим темам. В минувшие выходные жители Анапы стали свидетелями работ по спилу деревьев на территории муниципалитета. В социальных сетях незамедлительно появились обсуждения и блоги о незаконности действий коммунальщиков. Анапчане обратились в редакцию нашей телерадиокомпании с просьбой объяснить создавшуюся ситуацию. Официальный комментарий дал начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Соколов. К администрации района по закрепленным улицам были проведены ревизии сухостойных мертвых деревьев, пней, которые были когда-то обрезаны и недокорчеваны. В соответствии с этим был сделан план работ по спилу деревьев, выкорчевке и замене их осенью этого года на свежие деревья. Речь о дереве, о котором сегодня, насколько я понимаю, блогеры там забеспокоились. Это не елка, это у нас акация, акация гличиняя, ей 60 лет, в ней было дупло, вот они фотографии. Значит, просто рядом растут ели и, скорее всего, блогеры решили, что ели и пилили. Она в этом году уже не дала листвы, но она сухостойная, а акт они есть уже давно у нас. Поэтому в соответствии с графиком идет омоложение лиственного парка Анапы. Подобные обращения жителей, они очень полезны, потому что под маркой нашего графика кто-то может незаконно порубить. То есть информация, которая приходит от жителей, она по-любому очень полезна. Если там оно идет в графике, мы найдем с вами способ, как им объяснить это. А если они выявят не в графике, значит, надо людей наказать, правильно, если пойдет незаконный спил. Поэтому общественный контроль, я считаю, что он очень нужен. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, мы хотим призвать, если вы стали очевидцем происшествия на улицах нашего курорта, или у вас есть вопросы, касающиеся жизни города, звоните к нам в редакцию по телефону 5-8657. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok